Игнатий Тихонович, как меня слышно? Хорошо слышно. Слава Христу! Мир вам и всем, кто с вами. Спаси Христос. Меня зовут Владислав Кавачев, мне 22 года, живу в Тюмени, Тюменской области. Хотел бы вам задать вопросы, можно, да? Ну, вы прочитали, что у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Я не против. Я вас слушаю, говорите. Дело в том, что я нашел священника, ну, в общем, я обливанец, как вы говорите, нашел священника, который готов меня покрестить. Но, дело в том, что, во-первых, он сказал, что не будет никаких там молитв, ну, и миропомазаний, естественно, подруга. Будет только погружение, возложение рук будет и, ну, и крещальная формула. А, с добавкой, ащи не крещен. Да. То есть, у меня такой вопрос, первый вопрос. Вот это вот сомнение священника никак не влияет на таинство. Никак. Ащи не крещен. А, это правило, 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Вы запишите себе. 6-й Вселенский Собор. 6-й? 6-й. А? 84-е правило. 84-е. Да, оно именно так и говорит. Он говорит совершенно правильно. Если вас уже крестили, они по-своему считают, но не было погружения, и вы не знаете, или маленькие были, именно по этому правилу крестят. Если не крещен, он добавляет. Понял. Еще вопрос. Вот я, дело в том, что мы уже договорились с ним, уже назначена дата и время, вот, 19-го января в проруби. Но дело в том, что после этого я узнал, что ему 29 лет, или 28 даже. Как мне быть? Я в ступоре. Ну, то есть, уже все, вроде бы. Если вы сомневаетесь, а это законное ваше сомнение, поэтому лучше отложить. Найдите там другого священника, с кем-то договоритесь. Это апостольское правило, 50-е, апостольское. Ну и 6-й Вселенский Собор, 14-е, 15-е правило. Он должен быть рукоположен не раньше 30 лет. Да, я об этом знаю. То есть, мне отказаться от его рук принимать крещения. Да, правильно сделали. Мы, каждый, должен на своем участке бороться за соблюдение правил. Как в послании написано в книге Иисуса Новина, 1-8. Дабы в точности исполнить павильон наим. В точности. Вы не будете точно ехать на дороге, вас остановят или будет авария. А великая беда надлежит быть, пишет Никифор. Если только мы сделаем какое-то нарушение в крещении, оно может превратиться в кощунство. А вы, вот сейчас как мы кончим, я бы мог вам сбросить материал по скайпу о крещении. Вы это все прочитаете. Я, извините, я благодаря вам, вашему труду, как раз таки, ну и пришел к тому выводу, что мне надо креститься. И уже все это пересмотрел на несколько раз. Я давно смотрю на ваш видеоканал, как попал года, почти три года назад. Так и завис на ваших ресурсах. Ну, все, у меня есть и сайты, и форум, все есть, я знаком. Вы на видеоканале у нас бываете? Да, бываю, очень часто. У нас очень большой материал, исключительно большой. Сейчас нашелся специалист, переводит мои книги в видео, их вначале выставлять. Правила в видео, это очень удобно пользоваться. Книгу правил? Да, книгу правил. Только что в Америке закончили они ее там на видео переводить, и уже, видимо, с завтрашнего дня пойдут, каждый день будут выставлять. Я даже мог бы сказать, сколько там правил будет. Ну, где-то не меньше, как, наверное, 90 роликов будет. Вот сегодня у меня Дещенко закончили, 128 файлов будет. Это 4 книги, где-то страниц по 800. У нас материалы огромные просто, огромные. Полностью священное писание. Сейчас Библию выставляем ежедневно. Творение Святого Златоуста, Архипелаг Гулаг, Жития Святых. Одновременно идут все. Каждый день 10-12 роликов. Так, минутку, подождите. Говорите. В общем-то, вот у меня вопрос был по крещению. Но есть еще некоторые вопросы. Только чтобы никаких денег не платили, ни рубля. Запомните. Ну, да, кстати, об этом даже не было и речи. Да, бывает, священники отказываются. Вы знаете, что он работает, ему жить надо. Пройдет месяц-два, вы десятину отдадите. Но это не с крещением, чтобы не было связано. Мы обязаны платить. Но за таинство нельзя. Это грех смертный. Симония. Да, это я уяснил. Ну, кстати, он ничего не сказал о крещении. Он, конечно, не сразу согласился крестить. Он сказал, что надо с духовником пообщаться. Но довольно быстро он мне перезвонил и сказал, что готов. Но потом вот на год, получается, у него не хватает возраста. А подержать надо. Если вы знаете правила, спрос будет уже особый. Вот у нас к нам перешел один из патриархии, Ермонах. А ему там 24 года. И у нас был он ни одного благословения, ни одной службы он не вел. Никогда. Он просто стоял как прихожанин и все. Если вы правила знаете, вы твердо даже знаете, что это трубы Духа Святого. Как второе правило Шестого Вселенского Собора говорит. Нельзя так. Это сегодня, это можно. Бог-любовь, Бог-любовь. Это обман. Не обман не то, что Бог-любовь, а то, что Бог не наказывает. А кто потоп навел? Затоуц говорит, кто? Кто Содом Гомору сжег? Бог наказывает, карает, проклинает. Когда люди не делают то, что положено. Да. Я, конечно, очень благодарен Богу, что встретил вас в своей жизни. Ваши ресурсы, ваш труд. Вас вообще как личность. Через вас Господь действует очень сильно. Вот сейчас книги, тут тоже они сделали. Книги можете легко смотреть. Они по одной книге каждую неделю. 38 книг у меня вышли из печати. И выходит Новый Завет у нас с полным толкованием, с откровением. Вот уже, кажется, сегодня последние, их три, трехтомник. Сразу одновременно, я 37 лет об этом молился, чтобы мне Господь послал помощников. И они, независимо друг от друга, внезапно появились. Разных концов, один из Америки. И активно включили сделать этот ответ на молитву. Притом специалисты высокого класса. Да. А вот, кстати, вы могли бы мне после разговора скинуть вот все данные, как реквизиты, как я мог бы получить книги? Но я их хочу позже получить. Но просто, чтобы у меня уже были эти данные. Я вам скину сразу. Сразу. Там все сказано. Только пересчитывайте несколько раз, чтобы не было ошибок. А то мы желаем, чтобы человек был не просто, а рад. А не так, что о, мне подсунули там, говорят, кота в мешке. Сначала ознакомитесь. В интернете показано где. Что именно то, что вы ищете. Потому что каждая книга, она не просто уникальна. Она единственная. Таких книг нету. Потому что она отличается по четырем параметрам. Библия, святые отцы, каноны и жития святых. И плюс опыт жизни. Искать своего не надо. Бог, чтобы был правильным. Мы не к себе зовем, а люди, чтобы Бога познали. И вы приходите с вопросом не ко мне. Вам нужно знать, что Господь Бог вам скажет. А я открываю место, показываю все. Моих тут слов, чтобы не было. Мои слова, что я сам грешный человек. Да, я это понимаю. Я с вашими книгами более-менее ознакомился. В электронном формате у меня они все есть. Но просто хочется иметь книжный именно вариант. Потому что это... Эти книги мы провезли, если смотрите наши ресурсы, от Владивостока до Лиссабона прошли. При Балтии и Скандинавии. Примерно в 600 библиотек мира я подарил свои книги. Полный комплект. А полный комплект это 750 евро. Я просто положил на сердце. Мне Бог это позволил сделать. Я 9 лет не вылазил из-за компьютера. 9 лет. Больше 30 часов провел за ним. За 9 лет 38 томов вышли. А каждая книга 750 страниц. Это понятно любому, что это... Это невозможно. Это Бог сделал. И всюду были помощники. И корректоры находились. Если просто шагу не сделаешь, кто-то тебя бы не поддерживал. Обмолишься, просишь помощника. Это благодать Божия. И надо ее осознавать и быть благодарным Богу. Бог от нас ничего не требует, кроме того, что Ему принадлежит. Истинно так. У меня есть еще некоторые вопросы. Могу вам задать, да? Да. Вот книга Питера Гилкиста, крещение, ну, как же там написано, возвращение домой. Да. Вот. И там, я так понимаю, что все эти люди пришли в церковь без крещения. Просто там был какой-то чин присоединения, то есть был. А про крещение ничего не сказано. Это, получается, так и есть? Я не знаю. Вот она у меня, книга, рядом лежит. Я не знаю, могли не написать. А если они были протестанты, крещение их считается ни за что. Как Киприан Карфагенский говорит, вместо омовения, осквернение. А у них такое есть. Вот баптисты приходят, мне звонят. А у нас не принимали крещение, ну, неверно. Ереси были не принимать, как так? Ереси, самое настоящее, отлучение от церкви. А те, которые воскресили, они самозванцы, последователи Дофана, Верона и Корея. Это все объяснено не нами. У нас сколько пришлось из сектантов людей, все до одного, крещеных, как абсолютно не крещеные. Отрекаются от своей ереси. А то динаминация, конфессия, этих слов нету. А то сатана прикрыл слово ересь. Где спрашивают, а ты какой конфессии, ты должен расслышать, а ты какой ереси, он спрашивает. Церковь одна. Одна те, которые имеют. Одна это не означает название. Это католики, православные, Григория Нормяна, Копты, Сирицы. Это одна церковь. Хотя по районам она другая. С какими-то искажениями, изменениями, но это все законное. Когда нет рукоположения, ничего и нету. Просто мы хорошие, мы так думаем, а там хороших в аду очень много. А вот еще вопрос у меня по крестные. Вообще, откуда они взялись, с какого времени? И вообще обязательно ли они нужны, крестные для детей? Потому что, ну... Профессор... Обязательно, да? Профессор Соболинович Киевской Духовной Академии, это дореволюционно еще, он подробно описывает, его книгу выпустили. Да, так. И потому это накладывало великие обязанности. Если родители умирали, крестный отец брал, кормил и поил. Он в некотором плане даже считался больше родителей. Власть вот такая была в духовном плане. А сегодня никакой нет. Погуляли, выпили мы, кум там назовет, а ничего и не было. Дмитрий Смирнов говорит, я крестил, крестил 25 лет, говорит, обернулся, никого нет. Девки стали кем? На букву Б? А ребята где? Да хоть деньги с вас взять. И внизу написали ролик, самый наглый поп. Но он открыто сказал, никого нету. Они еще не знают. Вот у нас, как крещение мы готовили, 500 часов. 500 часов просто по часу считать каждый день, и то больше года надо. А сегодня там 50 минут даже не... Он с улицы не знает ничего. А мы проходили весь Новый Завет, Ветхий. Все, что касается жизни. Как достичь обещанной пристани Царства Небесного. Ясно дело, как они на нас смотрят. А об этом они говорят. Патриарх Алексей Второй говорил. Чтобы готовили, правильно крестили, полно погружения. Говорил, а они даже не слышно держат, показывают ребенка. Погружают большой водоем, сосуд, сказать, водоем. И ребенок ногами только держит, он рукой льет. А там воды много, можно погрузить с головой. Он боится. Ребенок задохнется. Ну, то есть, безбожие. Страха Божия нет. А нет страха Божия, ничего и нет. Стоит обманщик. Почему не погрузить-то его? Ну, вот закрытый, ну, в воду-то он никогда не задохнется. Что он ради задохнется? Это секунда одна. Ну, вот так вот привыкли, не думая, что есть Бог и придется на суд Божий идти. 48 глава, 10 стих, речь этой книгой пророка Иеремии говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. Можно одно другое назвать обыкновенное, не Господне дело. Ну, крещение нельзя назвать, что оно обыкновенное, ежедневное. Это Господне дело. Крест – это Господний человек. Господь прощает ему грехи. Все, что до крещения делал, все смывает вода. Надо просто видеть это, какое благо Бог дал человеку смертному. У меня еще вопросы. Вот, если, ну, то есть по Библии, если за прелюбодеяние, в общем, развод допустим, да? Да, допустим, но только ты должен остаться один. Ну, суть в том, что, если, допустим, жена прелюбодействовала, то муж ее может, ну, выгнать, да, грубо говоря? Может, может. А если муж прелюбодействует, жена имеет право? Имеет одинаковое право, но только наказание разное. И, однако, если муж виновен, и ты имеешь право развестись, Василий Великий говорит, ну, и тогда желательно, чтобы ты сохранила семью. Прости его. Я знаю людей, мужчин, верующих, у которых жена именно оказалась вот такой. И он оставил около себя. Да, конечно, будут говорить, рога там насыпила ему. Ни один мусульманин его не потерпит. Но у нас другой закон. То есть можешь развестись. Но лучше, если ты все-таки сохранишь. А ты не уверен, но это другое дело. Простите, можно на минуту отвлечься? Очень важный звонок. Очень. На одну минуту. Это много, быстрее. Что у вас на работе-то? Никита. Что у вас на работе-то? Все хорошо? Да, сегодня деньги заплатили за полнедели. Ну, ты сегодня банкир. Да, почти. Кошку надо принести и сходить. Сходить. Сходить, сын, отдам. Рыжую принесли? Нет еще. Она там, в подвале. Принесем, принесем. Ну, постарайся. Это не Рустам звонит? А, нет. Ну, что ты там стоишь. Из Кюмени, кажется, человек подошел. Ну, вот. Все остальное, это благополучно. Тут я растискиваю. Для слова Божия нету. По разным файлам. Простите еще раз. Ладно. Нужно было ответить. А вот, почему жена слева от мужа? Это как-то есть, ну, это как чисто традиционально как-то? Или есть какие-то библейские на то основания? На какие? Насчет чего? То, что жена слева от мужа всегда. Слева? Ну, а где же ей быть-то? Неужели справа. Левая – это подчиненная сторона. Левая – погибельная. Через нее весь мир погибает. И она, наверное, должна занять свое место. Доказательств никаких нет. Апостол Павел говорит, не Адам прельстился, но Ева прельстившись пала преступления. А жена полковника, а у мужа только и фрейторское звание. Не важно, она должна ему счастье отдавать. И она за мужем, за, за, за мужем. Он муж. И вопросов вообще даже задавать не надо. Павел доказывает. А что он доказывает? При чем тут Ева? Какое отношение? Разговор окончен. Ты не верующий, отойди и не мешайся. Он просто сказал. По нашим меркам, если мерить, то не сходится. Представьте, что какой-то плод, что-то меньше плодов стало. И умерло уже больше ста миллиардов людей. Это все из-за того идет. Все люди смертные. Уже умерли миллиарды, миллиарды погублены скотины разные, звери друг друга. Этого ничего же не было, гибели. И все они плод. Поэтому в очах Божьих все выглядит по-другому. Мы должны только говорить, Господи, слава Тебе. Ты много от нас сокрыл, а что открыл, мы едва можем понести это. Нам Бог дал радость принять воскресшего Христа верой, уверовать в Него, поверить, что Он умер за наши грехи, и эту благую весть нести другим. Два пункта – родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Все здесь. Это ежедневное бодрствование над собой, днем и ночью. Я понял. Ну, я это понимал и принимаю. Просто мне интересует, что именно насчет жены, что есть ли какие-то, может быть, изречения святых отцов. Нет, я это все понимаю. Это просто нужно понимать нутром. Это в журнале «Огонек» писали. Корреспондент приехал к одному старому казаку. Ну, он говорит, вас надо мне сфотографировать к статье-то. Она спрашивает его, Кузьма, это мужик, а можно я вязанку надену, вязаную это, жемпер-то? Ну, он говорит, можно. Она быстренько заскочила вот так вот, прибежала и встала справа. Он так глянул на ее. Ульяна, она, говорит, мигом с левой стороны оказалась. А он тогда мне объяснил. С левой стороны у меня шашка и жена. Все. Он только глянул на нее, она, ну, тут по пыхах забыла, справа стала. Ульяна. Она мигом, говорит, на той стороне оказалась. Не фотографируйтесь, не стойте, никогда не позволяйте даже становиться справа. Никогда. Жена вроде начнет где-то приучение. Не будь подкаблучником, это смерть. Пирамида опрокинута, она не устоит. Слово твое дай аминь. Если она письмо напишет, пока ты аминь не поставишь в конце письма, чтоб письмо не отправляла. Никуда не выходила. Приходила вовремя. Строго следи за этим. Ты хозяин. Хозяин. А ты голова. Ей надо только подчиняться. Жена доущества безмолвы, Павел говорит. И учить жене не позволяю. А она глаголит. Запрети ей лишние слова говорить. Ты мужчина, твердая рука. У ней надежда. Она как за скалой должна быть. Да, я понял. Еще вопрос. Вот в деяниях, по-моему, Ахилла и Прискила, кажется, были стрижены по обету. Ну, там два места. А стрижены по обету. У меня вот, я вот не могу понять, что это такое. Это в Ветхом Завете. А, то есть, это еще Ветхозавет. Да, Ветхозаветнее было. Когда они давали Бога обещание, до определенного времени, ну, сколько там это было. Допустим, три года и пять не прикасаться к мертвецу, не есть виноград там, ну, и так такое. Ну, и они отнесли, а потом приносили жертву, волосы остригали, а в это время не стригли. Такой был закон. И они его строго исполняли. Хотя уже время ушло. Это все показывало на пришествие Христа. Все Ветхозаветнее. Каждый баран, каждый волк. Все абсолютно. Одежда священника. Праздники. Все указывало на Христа. Суббота. Все на Христа. А люди, не понимая это, начинают в субботу праздновать место воскресенья. Субботники появились, адвентисты. Они ничего не знают. Нам мудрствовать не надо. Мы православные, мы счастливые люди. Нам не надо думать, договариваться. А ты, я понимаю, ты понимаешь. Уже объяснено. Не мудрствуй. И исследуй то, что есть. Ты хочешь знать все? Это 300 томов книг. 300. Не три, а 300. Это Блаженный Августин, Иероним Стридонский там. И Игнатий Брянчанинов. Все там входит туда. Патрология менее. И тогда тебе... Зачем какие-то суемудрия быть? Мы к Богу обращаемся. А Господь говорит, это я ответил учителям, которые мной избраны были. И сравнивать их с собой, это не то, что неразумие, а безумие. Сектанты. А мы никого не судим. А они осудили всех до одного святых учителей. Всех. Все каноны осудили. Все соборы. Никого мы не судим. А где Златоуст? Где Блаженный Афилакт? Где Ипрямсирин? Они даже не слышали, не знают. У них начинается с момента, когда появился первый ехеретик Мартин Лютер, 1517. А дальше от него уже... Он что, монах, обещал Богу. Его посригли на это. Дальше скинул сан, развратил монахиню. Шесть детей нажил. Это что, нормально? Его даже близко нельзя было допускать никуда. Вот только в затворе держать. А почему апостольские правила называются апостольскими, собственно? Так принято. Говорить относиться к апостолам мы не можем. Но считается, что в конце первого века. Какие-то правила уже были. К ним дописывали. И пока они оформились, в эти 85 правил. И так оно вошло. И апостольские времена называются. Апостольские времена. Это первый век, второй. Это все еще апостольские. Но они относятся на грани первого, второго века. Нам не надо смотреть, а вот как там это сказано где-то. Ну, у нас вот так. Мы это знаем. Правила. В книге правила находятся. Вот я его думаю выставлять уже. Вчера закончили. Там-то на меня скинули. Кажется, в Америке это делает. Нет. Это здесь делал один. Вот так Бог делает, чтобы мы смирялись. Во-первых, поставил учителями, говорит, апостолами, пророками и учителями. Я говорю, а кто учителя? Они ничего не знают. Опять апостолов перечисляют. А апостолов в третьих написано. В третьих. Во-первых. Во-вторых и дальше в третьих. Где учителя? А нет. Да, баптисты, мы верим так вот так. А скажите, кто верил во втором веке так? Не одного. Ну, назовите. Если были они, не надо. На третьем веке, в четвертом. Я жития издавал. Сейчас я их выставляю, жития. Я могу, говорит, а 1173 биографии. У них ни одной нету. Мы скажем, первый, второй, вот так. А они до момента возникновения, в 17 веке, они никого не могут показать. А адвентисты еще на одно столетие позже. А свидетели старожевой башни еще на столетие позже. Все, с ними разговаривать, ни о чем не надо даже. Обличи их, что вы еретики, познайте истину Божию. А она в православии. А еще вопрос насчет исповеди до крещения. Это как вообще, ну, стоит или не нужно этого делать. Вот пока я не крещеный, я могу идти на исповедь. И нет в этом смысла. Священнику, почему не пойти? У нас приезжают люди, у нас отовсюду приезжают после 7 июля где-то. И накануне воскресенья у нас, а накануне они все идут и исповедуются. А воскресенье после крещения сразу прищищаются все. Такой порядок. То есть накануне крещения? Да. Полная исповедь? Да. А вот, ну, это, да, полная. А вот просто такая, как сказать, рядовая, что ли, исповедь, я могу регулярно? Ну, у... Пока я... Или нет в этом? Потому что как, затруднение, я тоже не знаю. Лучше оставить. В грехе не впадай, а остальное к Богу смотрит. Вот человек, который готовится к крещению, он не ходит на исповедь. Он с соглашенными из идти, он выходит. Да, кстати, еще вопрос. До каких пор литургия верных проходит? То есть я вот, ко Кресту я могу уже подойти? Можете. Ко Кресту можете. Ну, он говорит, когда оглашены из идти, он говорит у вас? Да, говорит. Все, вот в это время надо выйти. А потом говорит, с миром из идти, в это время можно заходить. Оглашены из идти, по с миром из идти. Вот в это время все оглашены у нас из притвора все заходят. У нас это строго исполняется. Он бороду там подправил, там где-то еще один, два года стоял за дверями. В бороде не прикасайтесь никак. Бритвы сразу выброси. Чтобы никогда больше не прикасались. Это определенно четко говорится в Писании. Столько статей об этом написано. Так, это я понял. Сейчас, секунду. Нет, тут вопросы записаны. А, ну такой вопрос. Вот, почему многоженство в Ветхом Завете, оно было допущено, то есть, Богом, правильно? Да. А почему? Как? Допущено. Допущено. Но это не заповедь была. Это не заповедь. По невоздержанию вашему, говорит. А Христос сказал. По невоздержанию. Вот это и было. Сколько у Авраама было. Дальше мы считаем, что прямо уже занесли в закон, чтобы не было у тебя много жен. Прямо. Тебе это не надо. А одно ребро взял Бог у Адама, а одно, одна Ева. Само начало показывает. У каждого одна жена. И уже церковь Христова это все поставила. Что даже если он был женатый, а потом развелся, а потом бывает, жена умерла, он имеет право жениться. Он уже священником быть не может. А если даже взял ее честную, ну то есть она целомудренная девица, но она артистка где-то там, актер, тоже священником не поставит. Все артисты приравниваются к блудникам. Да, вот еще вопрос возник. А если девушка там поет в хоре, допустим, народном, это тоже артистка? Нет, не артистка. Это прославляющая Бога, словословие. Нет, не в церковном, а в русском народном хоре. Ну, смотря что поют, опять запретов она это нет у нас. Светлана Копылова ездит, она хорошие песни поет. Ее везде принимают при епархиях. Знаете такое? Да, да, я знаю. Ну вот. Знаете, что-то ясно. Что она поет именно там? Или он, или она, что они там поют? Надо посмотреть. Ну, если не срамное, то есть, то это не... Нам не запрещается спортом заниматься, но только для здоровья. Ибо телесные упражнения мало полезны, Павел говорит. А благочестие на все полезно, имея обетование благ настоящих и будущих. Ну, как не крутись, ты все равно умрешь. Но надо, чтобы мужчина был проворный, сильный, мог где поднести, сделать и... Еще вопрос у меня такой. Я вот какое-то время сейчас перестал Отче наш молитву произносить. Потому что есть слова, да придет Царствие Твое, а я не крещеный. То есть, по логике, я в Царствие не войду. И, ну, как бы, я этого не могу желать. Так получается. Или я не прав? Вы не правы. Не правы на сто процентов. Там не сказано, кому считать. Любым всегда. В любом положении. В болезни, в отступничестве, в грехе, где бы ты ни был. Это главная молитва – молитва. Наоборот, да придет Царствие Твое, чтобы я был готов. Оно напоминает о вечности. Вы сами себе начали толковать, и сразу вас повело в сторону. Нигде нету. Никогда и нигде этого не было, и быть не может. Что если я не крещеный, то Вочи наш заучивается еще до крещения. Я понял. Вот если у нас на ресурсах бываете, вы знаете у нас правила. Считаем три святое, Царю Небесный Вочи наш, и сто поклонов. И если ты свободный, то не меньше семи раз в день. И у тебя настроение будет совсем другое. Тебе лишнее слово не хочется сказать. У тебя размышления вдруг появятся. Что услышал, не торопись давать ответ. Дай этому семени созреть, прорасти. Размышляй все время. Господи, направь ум мой к вечному, чтобы я не искал чего-то временного. А временно это, говорит, все остальное. Бог дает, имея пропитание одежды, будем довольны. И все сие, говорит, придет к вам. Пища и одеяния. Вот еще вопрос Марка 11, 13, 14. То есть, 11 глава, 13, 14 стих. Там говорится, как Христос осмоковнится, в общем. И почему Христос требует плода прежде времени? Как это? Я у Хилофилакта не прочитал ничего внятного и не нашел. Ну, почему? Видите как. Пример надо было показать. Что даже дерево задрожало и засохло. И так будет и с людьми, которые не приносят плода. Конечно, если зима, я сейчас подойду к яблоне, дай яблок, откуда они будут. Понятно. Вот это дерево такое, как говорят, я его и не видел, не знаю, что сначала появляются плоды, а потом листья. То есть, издалека было видно, что ничего нет. А раз бесплодное, Господь показал. Вот так с вами будет. Он никого не проклинал, а на дереве показал. Он наказывает. Да, это я прочитал. Именно почему прежде времени требуют плода вот этого. Ну, мы не знаем, почему так. Но можем думать на том, что даже не своевременное, то Господу служит всякая тварь. Хлебы не своевременные. Откуда они взялись, когда умножились? И тут могло появиться на дереве. Но этого не было. И оказывается, она плода вообще не приносила. Но раз плод-то еще не готовый, а зависть-то была бы видна, значит, ничего нет. Плода готового нет. То есть, несозревшего. Он подошел сорвать, а ничего нет. Там, может быть, маленькие были, гнилушки какие-то. Она совершенно негодная. Хорошо, понял. А вот еще по сдаче крови, ну, донорство. Вы уже отвечали, да, я слышал. Но, как, вашу позицию я понял, что зачем я буду это делать, там, ну, заразные могут быть всякие болезни. Только с этой позиции. В Калмыкии, город Елис, то у них там столица, заразили 475 детей с ПИДом. И шприцы, все, переливать эти капельницы, все были запечатаны. Это там заложили. А вот так называемые свидетели сторожовой башни-то, у них закон не принимать. И когда мы ездили дорогу, у меня с собой было свидетельство на русском, английском, французском, немецком. Написано, что я заведую, то другое, от меня ничего не брать и кровь не переливать. А зачем нужно? Не надо, надеемся. Наши родители этого не делали. А за грех, никакого греха нет, так все, чужую кровь-то для себя будешь. Сейчас, тем более, плазма сделана уже. Не для себя, а вот я, допустим, знаю, что я здоров, я могу пожертвовать свою кровь. Можете, можете. Нигде запрета на это нет. А если тебе нужна, и ты знаешь, лучше сейчас сделай так, свою кровь сдают, и она в законсервированном виде у него стоит там. Когда еще случилось, тебе влили. У нас нет этого запрета. А еще вот ангел-хранитель, как принято? Я однозначного ответа так нигде не нашел. Он у некрещенок, покрещение дается или порожденный? А кто до крещения его хранил? Вот говорят так, и я спрашиваю, а тогда до крещения кто его хранил? Если ангела не было, так я и так дальше проживу. Считает, а ангел от самой колыбели несет. Господь сказал, не презирайте ни одного из малых сих, ибо ангелы их там зрят на небе. Весь сказ. А сегодня говорят, а до крещения нет, это выдумка. А как он живет? С чего ради он такой подвиг делает? И при том, люди совершенно Христа не знают. А он посылает их. И где-то откуда узнаем? Из пророка Даниила, когда с архангелом Михаилом спорил князь Персии, Персидский. Златоуст говорит, что каждому государству дан определенный ангел. Один ангел, который имеет власть над всем народом этой страны. У нас один, у татар другой, у узбеков третий. И ангелы эти встречаются и говорят, вот они попали к нам в плен. Это полезно так, как они дома были, идолом кланялись евреи. А тут они живут, идолов не кланяются. Мой народ от них просвещается. И они перед Богом как бы диспут ведут. Но все-таки Господь отпустил народ свой. Потому что было, Даниил молился, и Господи, ты же сам обещал. 77-мин пройдет, и ты отпустишь. Отпусти, мы этой надеждой жили все время. И он победил. А люди поняли, а Михаил, а Тазачи Горбачев. Да нет, конечно. Еще вопрос. Павел, апостол Павел во втором коринфянам говорит, что он провел день и ночь во глубине морской. А есть какие-то предания? Как это происходило? Я знаю, что Иона провел в хите. Это считается, как на примере Афанасия Александрийского. Когда его преследовали, и он там к знакомой девушке попал в сухой колодец. И он в колодце там сидел, и оттуда разразился посланием. Буквально всю империю потряс. Она его кормила. Никто его нигде не мог найти. Это не ленинский шалаш в Финляндии. И здесь это считается, где-то в каком-то колодце он был. Скрывался. Так назвал это глубиной морской. А где он глубиной морской нигде не был. Это не считая на острове Мелит. Когда корабль разбило, увяз, и они вышли, а все остались живы. По пророчеству он заранее сказал, там сколько, там 200-476, кажется, человек, и все будете живы. Еще такой вопрос. Ну, значит, вот по Писанию, молящийся с покрытой головой, муж молящийся, постыжает свою голову. Да. Как быть, если я, допустим, ну, тружусь там, ну, на улице зима, я в шапке. Мне нельзя молиться? Можно молиться, можно. Потому что холодно. Но ты имей в виду. Вот мы выходим, когда у нас с ограды в улицу, мороз, не мороз, 40 градусов. Все шапки сняли, три поклоны надели, за это время ты не простынешь ничего. В шапке, это имеется в виду, там, линии, моления какие-то, где-то закрыто большое, холод сильно. Ну, что-то там уже придумывают. А здесь, почему не снять? Я даже могу постоянно мысленно обращаться к Богу. Конечно. А когда мы стоим в храме, где там моление идет, тут мы уже знаем порядок. Женщина обязательно в платке. А мужчина без главного вора. Вы наш, если смотрите ресурсы, видите, как у нас женщины надеваются? Да, конечно. Ну вот. Мы когда приходим, там, потрясшим в соборе, там эти, а откуда-то из монастыря приехали? Из монастыря. Это все не просто. У нас самая маленькая девочка, она покрыта так, как мусульмане видят, это наши сестры. А им говорят, да это православные. Нет, это наши. Они, когда нас видят, и у нас сестры-то как голубки. Это надо трудиться. Бороду нас никто не трогает, и мы уже внешне даже не от мира сего. Все с поясами, рубашка под пояс на выпуск. Любые картины, посмотри, Поленова, Репина, Сурикова, везде там есть. И везде лев толстой стоит, ладонь за пояс. А сейчас ничего нет. Брюки, это немецкая форма. Русские традиции, там, традиции, вот выпуск рубахи. Детишки играют там панками, ну, кости такие есть у коровы где-то, и выбивают там, и играют. И все до одного в поясах. Рубашка, косоворотка делают. Но это никакого значения-то не имеет, но это национальное. Вот мы поехали, мы могли на иномарке купить, А мы взяли отечественную, в Нижнем Новгороде, Газель. И дорогой где-то стали, вот в Австрии, там, далеко ушли, а где? А ее, видать, она выше всех там, насколько стоит, белая и лебедушка. А мне говорят, колымага. Я говорю, нет, лебедушка белая. Еще вопрос. Что Христос писал вот на земле, когда хотели побить камня, а не блудниться? Ну, если не написано, нам зачем гадать? Но предполагает, кто первый подходил, он ему писал, вор, если он вор, то он сразу камень, то кого бросать-то? И понимали, что он пророк, ему открыто. Он не просто писал отвлеченное, считает, что они были обличаемые. Обличаемые. Кто-то подошел, а он писал, хулитель. Долго ли это на песке-то написать? А другому сразу стер его, и все. И каждый себя видел. Вот на меня нападает кто-то, а я ему записку подкинул. Вот отец Яким у нас, мой брат, протеерей. Ну, поехал там в Новосибирск, а там знакомые наши. Ну, они буйные такие, старобрядцы. А он говорит, Вова, вот такие-то годы ты где был? Ну, где был? Сидел за разбой, шапки снимал, а Игнатий по тюрьмам шел. Ну, разница есть или нет? Ты хоть одну душу привел? Нет, ничего. Ну, глотка хорошая, луженая, поешь. А что ты тогда говоришься? Зачем тебе это надо? Вот и весь сказ. Ему не надо ничего, только маленько память разбуди, и все. Я к тебе не лезу. Чем ты недоволен? Ты против имеешь слова, которые я говорю? Нет. В мои книги попали каких-то митрополит, и он говорит, в книгах я нашел много свежего, там, интересного и полезного. Вот и все. А потом попросил по вам его книгу дать рецензию. У него вышла книга. Сто проповедей Корнилия, митрополита. Это Бог внезапно знакомит, делает, и тебе надо только принимать и быть благодарными. Да, еще вопросик. А вот когда вообще стали давать имена при крещении, имена святых? С какого момента? Ну, я называл Скабариновича. Мы сказать не можем, но думаем, что в самом начале, как это было принято. Вот Петр подходит, и Господь ему утвердит, ты Симон. Кифа, говорит, а будешь Симон, камень переводится. Вот и все. Так и назвал. А бывает и не сразу. Саввел был, превратился в Павла. Мы же не считаем послание Саввла, а Павла. А Иоанн остался тот же самый. Не знаем, а что у католиков придумали 2-3-4 имени, тетки все лепятся. Это вообще никогда не было. Наши вот эти обычаи даже нигде не доказано, они так гармонично вписываются в самую жизнь. А как ребенка держать без имени? Как назвать ты? А ребятишек-то было до десятков в семье. Не, ну назвали это одно, понятно. А доказали, если, допустим, человек не с детства крестится, а уже в взрослой жизни, и ему дают имя церковное. Вот с какого? Да, церковное, но можешь изменить. Объяснить, почему. Вот у нас пришел человек креститься, а у него немецкая там Генрих, а такого нету, крестить Генрихом не будет. Ну, похожий Геннадий будешь, он говорит, буду. Все. Другой подошел там Эдуард. Ничего похожего нету. Ему говорят, вот день падает, сейчас Севастьян будешь? Он говорит, буду. И в общем, его никто не знает, что Эдуард. Ну, может, кто-то знает. А все Севастьян, Севастьян. Вот. А, вот еще момент. Вы говорили, что за власть и воинство вы в храме не молитесь. То есть, мы не кланяемся. Когда бываем там, я молюсь, но по-своему, обрати их, усмири, чтобы нигде... Россия, говорит, никогда не захватывала чужие территории. А за счет чего она такая большая-то? Кто Финляндию подчинил? Польшу кто под себя подмял? Это была одна из губерний. Зачем обманывать-то? За русскими много еще числится. Война там всю историю шла. Везде лезли, куда не надо. И, наконец, сломили голову. Нам надо своими делами заниматься, как Солженицын говорил, сбережение народа. А народа сейчас 100 миллионов, там 120. А по выкладкам этого Менделеева сейчас должно было быть 650. Понимаете? Почти полмиллиарда сожрал Змей Горыныч. Доигрались-то. Россия-то по населению сегодня самая бедственная страна. Почти по миллиону бывает каждый год. За время перестройки, 20 лет, почти 120 миллионов абортов. Это страна. А сколько тогда делают у мусульман? На весь мусульманский мир. На 2 миллиарда ни одного аборта нет. Ни одного. Почему? А там смертная казнь сразу. Кто-то помогал, бабка, акушерку. Всех сразу зарежут. Смотрите. К Российской Федерации и Чечне относятся. Рамзан Кадыров издал указ. Ни одного аборта и абортов нет в Чечне. Запретил законом уголовно преследовать. И все. Почему другие не делают? Это самый смелый региональный правитель. А еще вопрос. Вот правила до и после причащения. Вот вы вообще их учитываете? Да. Да? Полностью? Да. Ну, как полностью? Полностью. Когда там бывает, люди уходят раньше. У тебя нет книги. Допустим, за канон Богородицы 300 поклонов. За канон Христа 300 поклонов. Даже заменяется. Так это в книгах есть. А пока другие причащаются, один у нас считает в другом помещении. Не так, что в церкви друг на друга наваливаются. Да какая-то тайна. У нас закрывается дверь, и он остается один на один со священником. Он другой дверью выходит, и священник опять открывает двери. Ну, это можно было сделать-то. Ну, нет, как попало. Все как попало. Да, вот, кстати, я слышал как-то от вас, что в молитвах есть какие-то ошибки, то есть, нисхождение с Библией. Ну, надо указать, какие, где. Так я не могу сказать, что имеете в виду. Какие именно? Ну, я тоже сейчас не могу сказать. Я еще скажу, когда не представлен предмет. Да, просто я как-то сейчас всплыло в памяти, что вроде бы я от вас такое слышал. Если неправильно, значит, я сравниваю с Библией, во свете Библии. Не то, что я там умничаю. Я вижу по Библии. Значит, или принимаем это, или отвергаем Библию. А по Библии нас Бог будет судить. 12.48 Евангелия Теана. Слово, которое я говорю, оно будет судить. У меня сразу понятно было, что раз по нему судят, остальные мне уставы-то не нужны. Мне главное, как правильно ездить в Россию, а не в Китае. Потому что я там никогда не буду. Ну, у меня осталось только две просьбы, если можно. Но это помолиться, чтобы у меня устроилось все с крещением. Спасибо Христос. И еще можно ваши визитки, вот образец мне скинуть в электронном виде, чтобы я мог их распечатывать и раздавать. Хорошо. Сейчас сразу я скину вам. А вы в моем мире бываете? Ну, я там зарегистрирован, но редко очень захожу. Там очень удобно пересылать. Я бы переслал все сейчас там. А здесь бывает потокарточка как-то. Ну, я постараюсь сейчас сделать. Ну, если хотите, я зайду, найду вас в моем мире. Напишу. Познакомьтесь, дайте знать. Просто удобно. Там и почта есть, и все. Лучше моего мира, я не знаю, в интернете. Настолько удобная система. У нас там 21 тысяча наших фотографий. Только ткни, и все фотографии. Другой-то, да говорят так же. Да не так, не так. А раньше было, три раза там кнопки нажмешь, и 10 тысяч человек по 12 фотографий могли получить. 10 тысяч. Этого нет ни в одной системе. Ну, видимо, пакостили, сейчас это прикрыли по одному. Люди сами себе вредят. Да, наверное, так и есть. Вот просто сейчас ВКонтакте, она, по-моему, самая развитая в плане того, что народу больше всего сидят ВКонтакте. Молодежь вся там. У меня есть там своя страница ВКонтакте, в Одноклассниках, в Твиттере, в Фейсбуке, в Живой Журнал, то есть там в Гугле, везде есть. Я нигде не бываю. Только мой мир, наш видеоканал, форум и сайт. Все, четыре. Мне этого достаточно. У нас только роликов 9100. Сколько люди приходят, то ответить, то еще надо что-то. 9 тысяч. Один как-то тут зашел и говорит, а я все посмотрел, все ваши ролики. Я говорю, чтобы все ролики смотреть по одному часу, то вам потребуется 13 лет. Вы даже не знаете. А я три года. Ну вот какая сейчас попадет? Да если по часу. Это не просто много, а очень много. Очень много. Потому что у нас редкие материалы, которых нигде в мире нет. Полностью 12 томов Златоуста, полностью с толкованием, Библия и все это с ответами. Мы заперли, нельзя делать комментарии только на один ролик, потому что непрерывно шли, там ругались, там и шершней выжимали, где из дупла. И прям сдурели. 200, кажется, тысяч уже человек зашло, и одна ругань стоит, мы взяли его и закрыли. То есть он есть, но нельзя ругаться. А я смотрел этот ролик. Смотрели, ну там еще и нет такого-то, нам работать они не дают. У вас, конечно, колоссальный труд во всех, ну как сказать, сферах, что ли. Я вообще как у вас нашел, ну у меня был такой период, в общем, что мне надоел очень город. Но он и сейчас продолжается. И я стал искать, есть ли вообще деревня, да православная, есть ли такая в мире. Я в Ютубе забил православная деревня, ну в общем, так и на вас вышел. У меня душа болела по этому поводу. Да. Ну наши порядки, вот какие есть деревни, такой деревни нет ни одной. Поселиться может, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Строжайшее правило. Ни одна девочка за ограду без платка, чтобы не выходила. Никакой, ни пьянки, ничего нет. А люди-то не понимают это. Везде стоят афиши, ну таблички в деревню заезжать. На территории деревни курить запрещается. Ну, у нас стрелять нельзя, мы сами сделали. Территория деревни, стрельба запрещается. Своими силами, без помощи государства и дорогу строим, и столбы ставим, и пруды восстанавливаем. Это очень-очень непросто. А Бог благословляет, посылает добрых людей. Вот я начальник и создатель детского лагеря. 45 лет. 45! Это две с половиной жизни вашей надо. Да. И без помощи государства ни рубля не дали. Ни рубля. И мы живы. И живы, да еще как. Люди уезжают за границу и говорят, если что, вспомнить о России доброе, то, что были в лагере, больше ничего нет. Строгая дисциплина, порядок. Мы старались создать стопроцентную защищенность ребенка. Ни обзывания, ни драк. А люди-то бывают с улицы. Когда принимают, говорят, я верующий, перекрестятся. Ну, а занятия идут. И Володя вот пришел, и Никита. Все ведут занятия. Ну, у меня вопросы закончились. Ну, все хорошо. Вы по национальности русский? Я ждал этого вопроса. Ну, да, я русский. Так, я еще раз повторю, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Мы не добавляем ничего. Вы согласны? Да, конечно, я согласен. Чтобы не было недоразумений, я вам скинул, написал наши правила. Человек не согласен, мы разговор сразу сворачиваем. Что боится? Кого? Темная сторона, у нас все открыто, вы видите, мы все показываем. В комнате убираем там, куда бы мы ни пошли, мы все снимаем. Люди, глядя на это, понимают, каким путем мы вот сумели этого достичь. На работе, в храме, из храма приходят, когда в доме, вечером ложатся спать, даже обедом, во время поста, молитвы, мы все снимаем. И видите, у нас приезжают какие важные люди, просто из ТВ-24, это в прошлом году были, снимали. Они снимали 4 часа, а мы 16. 16, и мы полностью выставили до одной, там, буковки. А они всего 15 минут из своей съемки взяли. У нас ничего не добавляется, мы не умеем это делать. Люди делают прям настоящий фильм, там, фотографии вставляют где-то, а мы ничего не делаем. Поэтому к нам претензий вообще никаких быть не может. Вот это, что мы не умеем, оно играть еще и на пользу. Иные говорят, мы увидели, вы ничего в свою сторону-то не играете. А зачем это нужно? Мы умрем все. Ты помни день смерти, ты вовек не согрешишь. Последняя твоя. Мы такие временные. Земля истлеет, она исчезнет, люди перемрут, а правда останется. А почему вы думали, что я вас спрошу про национальность? Ну, да у меня по жизни просто постоянно спрашивают, так сказать. Кто-то говорит, да нет, как так, не похож там на нерусского. Кто-то говорит, похож. Вот так вот. У меня брат старший, когда он в Польше служил, потом в Москву приехал там что-то покупать, а на базаре там евреи. А он в мать такой высокий, тонкий сам, черный. Ну, как черный-то, более сосмоглый-то. Но они ему по-своему, он говорит, я русский, ну ладно, зачем ты скрываешься-то? Ты наш, еврей. А он евреев никого и не знал даже. Ну, похожий там у него и нос такой, и уши, и мочки. Надо быть простым. Где, говорит, просто ангелов соста, так придумали сказать. Вот это все, во славу Божию. Слава Христу! Спаси Христос вас, всех, кто с вами. Нет, через 10. У нас может ролик этот выйти. Я не ставлю их сам. Это модераторы делают в администрацию, отвозим, и все. У меня слабый компьютер, одностоящий компьютер с процессором. Вот сегодня я быстро ночью встаю, я пол первого ночи сначала, а встаем, 4-40 остальные встают. Я заранее 2-3 часа трачу на почту, ночью ставлю. Вот сегодня 12 роликов вышло, 12. Вчера 10, то есть у нас очень-очень богатые. Я не знаю, у кого это бывает, притом мы нигде не воруем, у нас все свое. У нас настолько насыщенная жизнь, гости приезжают. Вот сейчас приезжала с Казахстана, она с Етелью, это с Орожевой башней была, Рахели. Видите, сколько роликов были, как мы к митрополиту пошли, как он встречает нас. Люди, которые там ропщик, что-то. А я говорю, ты была у митрополя? Нет. А мы показываем, снимаем, какой он радушный, какой он простой. Как бог нас осчастливил на Алтае, что такого митрополита нам прислал. Да, это было бы слоя. Видите, как? Он приезжает дважды в году к нам, потеряевку там, служит. Приезжает со священцем, там семинаристы бывают, певщие. А мы все выставляем. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Слава Божию. Сейчас я пришлю вам. Да, я найду вас, отошлю вам. Да там, отошлю. А я здесь под скайпом сейчас буду давать. Вы все время подходите сегодня под скайп. А в моем деле вы выйдете обязательно. Давайте. Да, ладно. С Богом.